Девушки отдыхают 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 Про вашего мужа мне все понятно. А вот вы ему изменяете. Дальше рассказывать вам. Ну, есть у меня любовник. И что с того? Настя почти не помнила мать. Когда она умерла, девочка была совсем маленькой. Она часто завидовала своим подругам, которые делились со своими мамами самым сокровенным. С Александрой такие отношения были невозможны. Конечно, у нее был отец, но Егор все время был занят на работе или пропадал в командировках. И уже много лет Настя чувствовала себя очень одиноко. А теперь девочка не знала, как ей поступить, рассказать все отцу или промолчать. Настя была растеряна и подавлена. Алло, Федь, ты сейчас где? На лекции. Слушай, а ты не сможешь уйти? Нет? Ну ладно, пока. В самом начале вы действительно приняли Настю как родную, но сейчас я вижу, что ваши отношения изменились. Вы отстранились. Это случилось семь лет назад. Тогда вы были беременны? Да. Ваш муж настоял на том, чтобы вы сделали аборт. Вам было тяжело принять такое решение. Я чувствую, как вам было нестерпимо обидно. Но, увы, мужа вы любили и против его воли не пошли. А спустя год после аборта вам поставили диагноз – бесплодие. Врачи ошибаются, Александра. Мне показывают бумаги, подписанный договор. Что это? Новый. Патчерица застала Александру в постели с любовником. Женщина решила обратиться к ясновидящей, чтобы узнать, изменяет ли ей, в свою очередь, муж. Но Арина сразу увидела, что Александра лукавит. В своем видении она увидела бумаги, которые подписывали супруги. Следом возник образ пожилой женщины с ножницами в руках. Ясновидящая не сомневалась. Ее видения связаны между собой. Так, все ясно. Перед свадьбой вы с мужем заключили брачный контракт. И на этом настоял Егор. Да, но при чем тут контракт? Составленный договор имеет самое прямое отношение к разладу в вашей семье. И когда Патчерица застала вас в постели с любовником, вы испугались, что после развода вам ничего не достанется. Да, но это же несправедливо. Я отдала Егору лучшие годы своей жизни. Я заботилась о нем, о тетке, о Насте. Я, понимаете, я в итоге, я лишилась ребенка. Я вас не осуждаю, Александра. Я вам друг. Пошли дальше. Римма, этой женщины нет в живых. Да, Римма, это и есть тетя моего мужа. Она действительно умерла два года назад. Но она-то точно никакого отношения к этому не имеет. Ошибаетесь. Римма категорически была против вашей свадьбы. Ну, Егор, конечно, пытался это скрыть, но я это чувствовала. Я чувствовала. Именно она, умея влиять на Егора и якобы заботясь об интересах Насти, заставила его составить и подписать брачный договор. А еще она приложила руку к вашему аборту. Да старческий маразм. Она и так меня ненавидела. А когда крыша поехала, ее ненависть превратилась в настоящую паранойю. Она называла меня исчадием ада. А однажды... Жаль, жаль. Скоро тебе черти саму на сковороде жаль. Послушайте, Римма Павловна, что я вам сделала? Скажите, за что вы меня так ненавидите? Ну, каждый день сколько можно? Лучше бы вы таблетки свои выпили. Таблетки. 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 Отравить меня хочешь? Да вас отравишь. Ничего у тебя не получится. Шаганалов! О, ну что? Егор! Ну что вы делаете? Ты, ты, Егор! Ты, ты, Егор! Ты меня хочешь? Как вспомню, так вздрогну. Мы так намучились под конец, это был ужас. Вам не удалось уговорить мужа положить ее в лечебницу? Да что вы, он и слушать меня не хотел. Обвинял меня, говорил, что я сама ее провоцирую. А Настя всегда принимала сторону отца. Жизнь стала невыносимой. Сумасшедшая тетка, муж, пачерица, все со своими претензиями и ни одного доброго слова поддержки. Но вы и Егор продолжали жить вместе, по-соседски. И тогда вы решили, что у вас есть соперница. Точно. В этом вы даже увидели выход для себя. К тому времени вы уже решились на развод. Увы, вас держала финансовая сторона. И вам, согласно контракту, нужны были доказательства измены мужа. Но я считаю, что имею право на это имущество. Егор мне жизнь сломал. Кто-то должен был мне за это заплатить. А вы что, нанимали частного детектива? Ну да, наняла только толку. Кстати, ваш муж тоже прибегнул к услугам детективного агентства. К счастью для вас, безрезультатно. Вот это для меня новость. Вы пришли ко мне, Александра, за доказательством измены мужа. Но долго убеждали меня, что документы к этому не имеют никакого отношения. Арина, я знаю все, что вы мне сейчас скажете. Но поймите, вы моя последняя надежда. Мне очень нужны доказательства. Очень. Арина, посмотрите, пожалуйста, увидите ее, место встречи. А дальше я сама сориентируюсь, что делать. Ой, дорогая Сашенька, не мужа вам ловить надо и доказательства измены искать, а учиться заново строить собственную жизнь. Вы и ваш муж не можете жить друг без друга. И даже расставшись, вы каждый останетесь со своим одиночеством. Да что вы такое говорите? Александра, пособничать разводу людей, которые должны быть вместе, я не стану. Вам я больше не помощник. Я поняла одно, что вы упорно не хотите отвечать на мой вопрос. Что ж, спасибо большое, приятно было пообщаться. До свидания. Подождите. Этот браслет вам подарил человек, с которым вас застала ваша падчередка? Ну, допустим. Мне идет имя Никита. Ну да, его зовут Никита. Вы влюблены и познакомились на улице? Ну, я вообще на улице не знакомлюсь. Просто Никита с первой минуты повел себя так неординарно. Здравствуйте. Не подвезете? Конечно, подвезу. Не сочтите задерживаться, но это вам. Прошу вас. Что это? Тот самый браслет, который вы только что примеряли в ювелирке. А вы что, за мной следили? Да нет, что вы. Я просто выбирал запонки в соседнем отделе. Вы знаете, я был уверен, что вы купите этот браслет. Он потрясающе сидел на вашей руке. Он просто создан для вас. Прошу вас. Ну, извините, что разочаровала вас. Да нет, это вы меня извините, что я не купил его сразу там же при вас. Он просто обязан быть вашим. Прошу вас. А... Ну, хорошо. Раз вы так настаиваете, и чтобы как-то покончить с этим, я куплю его у вас. Ну, почему эта женщина хочет меня обидеть? Господи, почему мне это просто взять и подарить женщине, которая тебе понравилась, понравившуюся ей вещь? Ну, это как-то не принято. Вы всегда делаете только то, что принято. Спасибо. Александра, я предполагаю всю вашу реакцию на сказанное мною. Но не сказать не могу. Никита, он опасен для вас. Все его подарки – это чье-то расчетливое вложение денег. Арина, я уверена, что на этот раз вы ошиблись. Никита необыкновенный человек. Я думала, что такие мужчины остались только в книгах и старых фильмах. А он, на самом деле, профессиональный жиголо, разрушитель и обольститель. Патчерица застала Александру в постели с любовником. На первом же сеансе Арина увидела настоящую проблему женщины. Ее отношения с мужем и Настей испортились из-за влияния покойной тетки мужа. Но главной причиной визита Александра к ясновидящей был брачный контракт, подписанный супругами несколько лет назад. Арина предупредила женщину, что ее любовник опасен и не тот, за кого себя выдает. Александра была ужасно взволнована. Ее падчерица не ночевала дома. Это было впервые. Обзвонив всех подруг Насти и больницы, женщина снова обратилась за помощью к Арине. Арина, доброе утро. Я была у вас вчера. Это Александра. Да. Моя падчерица, она... А вы это знаете? Арина, мне очень нужно с вами поговорить. Можно я приеду? Спасибо. До свидания. Арина, вы добрая и не обижаетесь на меня, ведь правда? Посмотрите, пожалуйста, фотографии. Настя исчезла. С Настей все в порядке. Она вернется вечером. И вы обрушите на нее весь свой запас гнева. Девочка и так на вас обижена, а так возненавидит еще больше. И будет вас шантажировать. Как? Ну, я тогда найду способ, чтобы поставить ее на место. А вы поставьте себя на ее место, Сашенька. Представьте себе девочку, у которой нет мамы. Чувство уныния страшно в этом возрасте. Попробуйте по-матерински пожалеть Настю. Иначе вынуждена сказать, что беда придет для вас внезапно. Александра, Настя не виновата в том, что вы сделали аборт. Я знаю. Но Егор, он ведь всегда прикрывался Насте. Он говорил, что она слишком мала. Давай подождем, пусть она подрастет. А потом мы сможем подумать о ребенке. А теперь? Вы знаете, каково это жить и знать что-то? Никогда. Никогда. Сашенька, у вас будет ребенок. Поверьте мне, причина того, что у вас до сих пор нет ребенка, в том, что вы не можете простить ни Егора, ни себя, ни саму ситуацию в целом. Вы же принесли вещи Римы? Да. Вот. Дайте мне вашу руку. Я вижу, как Рима все время режет ваши семейные с Егором фотографии. Рима перед смертью попросила Егора дать клятву, что он разведется с вами. Егор отказывался. Рима взбесилась и сказала, что она наложит проклятие и разведет вас даже с того света. Какая она ужасная старуха. Это просто. Я настоятельно прошу вас, поищите эти разрезанные фотографии. Рима, фотографии. Хотела развода. Ладно. Но все-таки скажите мне, пожалуйста, у Егора есть любовница? Да, у вашего мужа есть подруга. Но ни любовницей, ни тем более будущей женой я ее назвать не могу. Так, ответный удар на ваше равнодушие. А имя? Как ее зовут? Какая у него внешность? Маргарита ее зовут. Ритка. Это его секретарша. Я так и знала. Угомонитесь, Александра. Ритка, Ленка, Машка, для него никто ничего не значит. Вам нужно подумать о том, как наладить семейные отношения. Да я не собираюсь налаживать семейные отношения. Я люблю Никиту и вижу себя только с ним. Я бы много могла рассказать вам об этом человеке. Но не стану этого делать. Проживайте сами свои собственные ошибки. Постараюсь. Александра старалась выбросить из головы тяжелые мысли. Но Никита не брал трубку, а подчерица не возвращалась. А ведь ясновидящая сказала, что Настя вернется вечером. Если это предсказание не сбылось, все остальное тоже может оказаться неправдой. Настя, нам надо поговорить. Интересно, о чем же. Послушай, я не спрашиваю, где ты была. Не спрашиваю, почему ты не пришла домой ночевать и даже не позвонила. Я понимаю, после того, что случилось ты... Еще бы ты спрашивала. После того, что случилось. Послушай. Нет, это ты меня послушал. Десять тысяч. Что десять тысяч? Цена моя в умолчании. Это по-свойски. Ты меня шантажируешь? Да. Ну, ты знаешь, если тебе жалко денег, я могу папе позвонить. Я дам тебе деньги. Я в этом не сомневалась. У тебя просто нет другого выхода. Я дам тебе деньги, но это не значит, что... Это значит, что ты меня боишься. Что я все расскажу отцу. Настя, если тебе нужны деньги, ты можешь просто подойти и попросить. Еще чего? У кого? У тебя? Вот хоть это имя была сумасшедшая, она сразу тебя раскусила. Патчерица застала Александру в постели с любовником. Арина увидела, что причина всех неприятностей женщины кроется в порче, которую сама того не желая, навела на нее психически нездоровая тетка мужа. Чтобы избежать трагедии, нужно было найти изрезанные фотографии, спрятанные Риммой в квартире. Но Александра скептически отнеслась к предостережению Арины. Однако предсказания ясновидящей начали сбываться в тот же день. Вернувшись домой, Настя потребовала у мачехи денег за молчание. Давай присядем. Успокойся. Сейчас. Объясни мне, что произошло. Я бы папе сразу позвонила и рассказала, если бы я не знала, что он тоже мачехи роган вставляет. И уже давно. Он считает, что если ванная вода на полной включена, не слышно, как он варкует свои ритулии. Понятно. Федь. Ты знаешь, что это? Ну, деньги. Нет, Федь. Это не просто деньги. Это грязные деньги. Я их с мачехи за молчание взяла. Ты шантажировала Александру? Почему мне не сказал, что тебе деньги нужны? Да не нужны мне деньги, Федь. Как ты не можешь понять? Тогда зачем? С волками жить, поволчьи выть. Вот зачем. Настя, Настя, подожди. Ой, что ты творишь, сумасшедший? Я хочу осыпать свою любимую женщину лепестками роз. Так. Никита, не хватало, чтобы Настя снова нас застукала. Почему ты не захотел в кафе встретиться? Ну, во-первых, в кафе я бы не смог тебя целовать. Хотя, если забронировать весь зал, то... Слушай, хорошая идея, я в следующий раз так и сделаю. Никит, ну а почему ты никогда не зовёшь меня к себе? Ну, я хочу поразить твоё воображение. Интересно. Я сейчас сделаю ремонт в марокканском стиле. Представь себе мозаичный пол. И в центре комнаты будет фонтан. На полу подушки, и на них мы с тобой. Так, мне нужно с тобой серьёзно поговорить. Вау. Представь себе меня тоже. Слушай, а может быть мы хотим поговорить об одном и том же? Итак, кто будет первым? Давай ты. Окей. Саша. Да? Ты должна будешь сделать выбор. После того, что случилось в последний раз, я не могу, да и не хочу больше ни с кем тебя делить. В общем, разводись-ка ты с мужем и перейдя ко мне. И надеюсь, к понедельнику окончить ремонт и... Никита! Как я рада, боже мой, как я рада. Камера? Настя, вот возьми деньги, верни мачехи и попытайся с ней поговорить по душам. Ты по каким душам, Федь? Ну, в жизни всякое бывает. Может, это случайность, и она уже жалеет. А может, она сделала это назло твоему отцу. А он назло кому эту литурю завел? Ну, знаешь, ну, когда люди друг от друга отдаляются, они часто совершают поступки, о которых потом жалеют. Ну, я просто подумал, может, тебе попытаться снова сблизить родителей? Возможно, им обоим сейчас нужна твоя помощь. Знаешь, Федь, мне кажется, мой отец знал, что мачеха ему изменяет тот момент. Почему ты так думаешь? Да потому что он позвонил мне, когда я шла в институт, и сказал вернуться домой. Он сказал, что ему срочно нужны номера каких-то договоров. А мачехе он не может дозвониться. А потом он мне даже не перезвонил, понимаешь? Федь, я уверен, это он все подстроил. А я уверен, что у тебя просто разыграло своеображение. Милая, я тебя очень прошу, пожалуйста, не накручивай себя. Да твой отец, он никогда бы не смог так тебя травмировать. Я не знаю, Федь. Я уже ничем не уверена. Мне это все достало. Ладно, все, успокойся. Сейчас поедем к тебе, ты возьмешь вещи, а я поговорю с Александрой. А потом ко мне. Только надо маме сперва позвонить, предупредить, что ты у нас поживешь. Слушай, Федь, пойдем посидим где-нибудь, выпьем, расслабимся, а потом уже по твоему плану пойдем. Вообще-то я не сторонник снимать стресс при помощи алкоголя. Будешь занудничать, я напьюсь в одиночку и наделаю глупостей. Настя! Не понимаю, как я могла поверить, какой ты ясновидящий. Кому? Да, не важно. Да нет, ошибаешься, важно. Мне важно все, что с тобой происходит. Я ходила к ясновидящей. Не поверишь, но она оказалась настоящей. Все рассказала мне и про нас с Егором, и что ты у меня есть увидела, и даже имя твое назвала. И что же она про нас с тобой сказала? Не хочу даже вспоминать. Я думаю, что это единственное, в чем она ошиблась. И все-таки? Она сказала, что твоя любовь фальшивка, и что ты жутко опасный тип. Я тебе поверила? Говорю же тебе, нет. Да? Да, все как договаривались. Нет, в прошлый раз сорвалось, но сейчас материалов достаточно. Да, вполне. Хорошо. До связи. Кто это был? С работы. А ты уже уходишь? Ну да, пора и... Потом. Мы же не хотим, чтобы твоя подчеряйца вновь нас застукала. А знаешь, давай не будем дожидаться, пока закончится ремонт. Я готова переехать к тебе хоть завтра. И плевать мне на брачный контракт. Ну, не знаю. Давай завтра об этом поговорим. О чем? Обо всем, детка. Обо всем. Я позвоню. Угу. Не провожай. Угу. Вот фотография моего любимого Никиты. Пожалуйста. Как торжественно. Да. Ваш муж Егор и ваш любовник Никита, они знакомы. Этого не может быть. Что их может связывать? Ваш муж Егор нанял Никиту для того, чтобы уличить вас в неверности. На первом же сеансе ясновидящая Арина определила истинную проблему Александры. В ее размолвке с Егором и падчерицей виновата покойная тетка мужа. Психически нездоровая женщина навела на семью Александры порчу. Также Арина предупредила Александру, что любовник Никита обманывает ее. Женщина не поверила ясновидящей. Но Арина твердо заявила, что появление Никиты в жизни женщины не было случайным. И он использует ее чувства в своих целях. Нет. Нет, это невозможно. Но с чего вы взяли, что Егор нанял Никиту? Я вижу вашу спальню. Кровать, книжные полки. Да. Среди книг я вижу видеокамеру. Вашему мужу так же, как вам, нужны были доказательства вашей измены. И так же, как вы, он не хочет ни терять, ни делить свое имущество. Камера? Ну, в это я могу поверить. Потому что мой муж способен и не на такое. Но чтобы Никита поверить, что он... Предложение. Он же сделал мне предложение. О котором через час даже не вспомнил. Александра, не будьте наивной. Я понимаю ваши чувства. Я пыталась до вас достучаться. Помните, я вам говорила, Никита, деньги, расчет, подарки. Вы мне не верили. Вы даже разрезанные фотографии не стали искать. Тем не менее, в них причина всех ваших бед. Все, с меня достаточно. Спасибо вам большое. Я больше не могу это слушать. Вы хотите обидеть меня, Никиту? Спасибо огромное. Я больше к вам не приду. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, Федя, все. Жди меня здесь, я только щетку дубную возьму. Ты как, нормально? Нормально, не переживай. Может, я с тобой поднимусь? Не надо. А, Никита, ну где же ты? Ты, ты что делаешь? Ты знала об этом? Знала, что твой отец шпионит за мной? Ты ведь с ним заодно? Признавайся. Отстань! Сами в своем Dima разбираетесь. А я ухожу! Куда это на ночь глядя? Никуда не пойдешь. Ага, сейчас! Ты кто такая, чтобы указывать мне? Да ты пьяная. Да хоть бы и так. Что ты мне сделаешь, а? Папе расскажешь? Мне тоже есть, что ему рассказать. Как ты, кстати, это именно называла? Шалава, да? Да ты шалава и есть! Настя! 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 Настя, ты что делаешь? Настя, 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 доченька моя родная! Настенька, очнись, пожалуйста! Настя, пожалуйста, встань! Там открыто было! Скорую звони быстро! Настенька, прости меня, девочка моя, ну что ж я доделала? Малыш, что ж я такое доделала? Настя, ну пожалуйста, встань, ну встань! Весь день Александра провела в больничном коридоре. Под утро врач сообщил женщине, что Настя пришла в сознание, но состояние ее остается тяжелым. Собственная жизнь казалась Александре такой же бессмысленной и абсурдной, как эти разрозненные кусочки фотографий. Арина, здравствуйте! Это Александра, да. Я нашла разрезанные фотографии. Ну, те, о которых вы говорили. Да, я постараюсь. Я соберу все, возьму себе в руки и приеду. Хорошо. Привет. Привет. А что-то случилось? Тебе это ничего не напоминает? Помнишь, у нас когда-то из альбома постоянно пропадали фотографии, исчезали. Какие фотографии? Семейные. Твои, мои, Настины. Оказывается, их тетя Рима резала. Саша, где Настя, она на занятиях? Где моя дочь? Я тебя спрашиваю, а? Что-то случилось или нет? Егор, сядь. Настя в больнице. У меня в глазах почернело. В какое-то мгновение мне показалось, что на меня с ножницами набросилась не Настя, а Рима. Да так оно и было. Да как это возможно? Да очень просто. Я вам все это время пыталась объяснить, что вот эти фотографии являются источником зла. Рима заложила в них весь свой гнев, всю негативную информацию, которая облеклась в некую сущность. Понимаете, это что-то на вроде призрака. Этот призрак, шатаясь по вашей квартире, пытался кому-то зацепиться. Чьими-то руками вас уничтожит. Это стали руки Насти. Вы поговорили со своим мужем? Да. Мы высказали друг другу все, что накопилось за эти годы. Тяжелый, но спасительный разговор. Ну а сейчас вы потихонечку посидите, а я поработаю, чтобы устранить этот источник зла. Мне придется выйти. Хорошо. Здрасте, Егор Андреевич. Привет, Федя. Вы от Насти? Ну, как она там? Молчит. Ты еще не был, да, у нее? Да, только иду. А врачи что говорят? Они ничего не говорят, они говорят, мы не знаем, почему она молчит. Ладно, Федя, иди, пока. До свидания. Егор Андреевич! Тут такое дело, ни один разговор покоя не дает. Это, наверное, не мое дело, но... Ну, говори, говори. Ну, Настя думает, что тогда, когда она Александру с тем мужиком застукала, что это... что это вы все подстроили. Чего? Что за бред? Ну, что думаешь, я свою любимую дочь так могу подставить? Да я ей то же самое слово в слово сказал. Но мне кажется, она не верит. Вы же ей тогда не перезвонили? Да я не перезвоню, потому что нашел этот чертов договор, понимаешь? И забыл. Ну, так может, вы ей сами это скажете? Просто мне кажется, она от обиды молчит. Ну, я не знаю, как это объяснить. Я понял, я понял. Ладно. Спасибо, что сказал. Ну, давай, иди. Пока. До свидания. У вас начинаются, Сашенька, новые времена. Единственная просьба. Вам остается простить Риму и заказать молебны об ее упокоении. Арина, а скажите, Настя поправится? Настя. Врачи считают, что Настя потеряла речь из-за удара в висок. Афазии я не вижу. Причина не в этом. Настя обижена на вас и особенно на своего отца, поэтому не разговаривает. Настя заговорит. Арина, спасибо вам. И Егор, и Александра очень переживали из-за того, что к дочери не возвращался дар речи. Но супруги не могли не почувствовать, что в их отношения постепенно возвращалось то, что они считали давно утерянным. Егор, я рассказала все Арине. Ну, передала ей тот твой разговор с Федором. И что она сказала? Она сказала, что Настя действительно думает, что ты мог бы так поступить с ней. И это причиняет ей большую боль. Поэтому сегодня я решила отвезти Настю к Арине. Я поеду с вами. Хорошо. Александра нашла камеру слежения и разрезанные фотографии. Именно из-за них, как утверждала ясновидящая, жизнь ее семьи летела под откос. В этот же день Александра по неосторожности чуть не лишила жизни свою падчерицу. Ей пришлось во всем признаться мужу. Настя находилась в состоянии глубокой апатии. Девочке был поставлен неутешительный диагноз – афазия. Супруги понимали, что помочь девочке сможет только ясновидящая. Настя, я понимаю, как тяжело и одиноко тебе без мамы. Ты очень ранимая девочка. Поплачь, пожалуйста, не сдерживай своих слез. Ты заговорила. Это очень хорошо. Федор, это твой парень? Мы мальчик. Мы пока просто общаемся. Это пока. Через два года вы поженитесь. Ваша пара – это тот редкий случай любви, когда, что называется, жили долго и умерли вместе. У вас будет очень хороший брак. А Александра, ты для нее как дочь. Ты для нее дочь. Просто у вас одинаковый характер. Поэтому возникают конфликты. Отец же, он любит тебя, но он очень сдержанный человек. И сейчас он сдерживает свои эмоции, плачет в душе. Пожалуйста, скажи им несколько слов. Для них обоих это будет огромным подарком. Особенно для отца, который чувствует себя перед тобой виноватым. Ты же скажешь им. Сашка. Сашенька ты мой. Чего ты с тобой это натворили, а? Ты меня вообще когда-нибудь простишь за Никиту? Уже простила. А ты меня за Настю. Ты что? Ну, знаешь? Наш с тобой брачный контракт. Сейчас я сделал с ним то, что давно должен был сделать. Привет. Привет, родители. Привет. Я тебе говорила. Простите меня, пожалуйста, за то, что я заставила вас волноваться за своим молчанием. Это ты нас прости, дочерка, прости. Я вас очень люблю. Обоих. Мы тебя тоже. Мы тебя тоже очень любим. Как тебе, Арина? Мне давно не было так хорошо и спокойно. Мне кажется, что дальше только хорошее. Настя – жертва стереотипов из глубоко усвоенных нами с детства сказочных истин. Где мачеха – грозная и подлая тиранша, а подчерится несчастное дитя при бессловесном отце. Но в жизни не все так однозначно. Просто людям, чтобы жить в мире со своими близкими, нужно научиться не думать о собственных обидах, а попытаться понять, что волнует и печалит тех, кто рядом. Субтитры создавал DimaTorzok